Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас четвертый урок модуля 5 Установка начальных позиций Свойства, внешность Давайте повторим Для чего нужна установка начальных позиций? Установка начальных позиций Нужно, чтобы при каждом запуске игры или мультфильма Все сработало, как мы запланировали Нужно ли устанавливать начальные позиции для ракет? Вот посмотрите вот на это Конечно, что да, нужно А какие здесь команды нам нужны? Давайте мы рассмотрим Вот здесь у нас дается Значит, при нажатии на флажу Плыть одну секунду из точки X и Y Повернуть на 45 градусов И плыть одну секунду на другую точку Как вы думаете, что нужно сюда добавить? Еще какие скрипты нам нужны, чтобы она у нас работала нормально? Нам в первую очередь нужно установить начало То есть перейти X и Y Вот из точки, которая начинает Мы должны сперва установить начальные точки Если вы обратили внимание, ребята Наша ракета, она поворачивается на 45 градусов Если она поворачивается на 45 градусов Значит, мы вначале должны повернуть направление на 150 градусов Чтобы она была на месте в начальной позиции А потом уже она будет повернуться на 45 градусов То есть мы должны здесь добавить вот эти два Две команды сюда Теперь давайте рассмотрим Значит, Коля и Джон вместе делают мультфильм Во время написания скрипта возник спор Кто из ребят прав? Коля говорит Не нужно делать установку в начальной позиции Для костюмов героев получается больше скрипта Джон, конечно нужно делать Все должно быть установлено в начальной позиции Кто из этих ребят прав? Давайте подумаем Они оба правы Ребята, все зависит от ситуации Значит, рассмотрим мультфильм Игрок в красном бросает мяч и завоевает гол Игрок в синим ничего не успевает сделать Значит, здесь что мы видим? Мы видим, что игрок в красном делает какие-то движения А то, что в синим он стоит на одном и том же месте Значит, как вы думаете, для красного мы должны установить костюм? Конечно, да Потому что ему нужен костюм, чтобы он менял свое положение Значит, он меняет костюм Если он не установит начальную позицию, не обход в движении И монтирует бросок мяча Поэтому для красного мы должны Сделать начальную позицию, значит, смена костюма Теперь рассмотрим на игрок в синим Ему нужно установить начальную позицию Думаю, что нет Потому что он не меняет костюм или положение на сцене Значит, нет необходимости что-либо устанавливать В начальных установках нужно прописать все параметры, которые изменятся в ходе работы скрипта Например, смена костюма или фона, направление, движение, изменение координат Сегодня мы продолжаем разбирать, когда нужно устанавливать начальную позицию в скрипте Вот, Коля обрадовался, ура, наконец-то я узнаю Когда нужно и не нужна установка начальной позиции Установка начальной позиции Здесь сегодня мы рассмотрим свойства, внешность Как можно менять спрайт Фу! Ребята, на прошлом уроке мы об этом говорили Мы можем изменить видимость спрайта Место появления спрайта Размер спрайта Костюм спрайта Направление движения спрайта Стиль вращения Смена фона То есть это все меняется при каких-то проектах Когда нужно, мы можем использовать все эти движения, которые мы сейчас с вами рассматриваем Давайте мы с вами будем рассматривать вопросы Вы можете у себя взять эту тетрадь и там отмечать варианты ответа, а потом уже проверить, правильно вы делаете или нет Значит, первый вопрос Какой команды не хватает? Здесь дается три варианта Первый показаться, второй спрятаться, а третий ждать две секунды Ребята, обратите внимание Для какого спрайта мы должны добавить команду Если вы обратили внимание, у нас здесь кролик спрятался Чтобы в следующий раз мы заново, если заходим посмотреть на вот этот проект Нам обязательно нужно туда добавить показаться То есть мы, у нас ответ один Обязательно, если дается спрятаться Обязательно нужно вначале дать установку показаться Значит, ребята, у нас здесь такое правило Если мы что-то прячем со сцены То надо не забыть это показать перед запуском скрипта И наоборот, если показать или что-то спрятать Не забыть, скрыть Второй вопрос Каких команды не хватает? Здесь, ребята, что мы видим? Значит, кометы спускаются Потом изменяет размер А потом исчезает То есть, ребята, здесь нам нужно добавить команды Значит, если там размер меняется Обязательно вначале мы должны установить размер 100 Еще какие команды мы все должны добавить И еще мы должны вначале установить начальное положение То есть здесь у нас будет ответ 2 – это установить размер 100 И 3 – перейти х-39 Здесь у нас появляется второе правило Если меняем размер спрайта То устанавливаем изначальный размер Значит, изменить размер на 10 Там было Значит, мы должны сперва установить размер 100 То есть начальное положение А потом уже изменяем размер Если меняется положение спрайта То перемещаем спрайт в начальное положение Пылать в одну секунду в какие-то точки Нужно потом Что делать? Перейти х-й В первоначальном положении Третий вопрос Каких команд не хватает? Здесь тоже может быть Несколько вариантов, ребята, ответа Подумайте Значит, что мы здесь видим? Значит, здесь мы видим Здесь у нас идет смена фона То есть вначале была комната Потом она поменялась на что? На природу И костюм меняется здесь То есть, ребята, здесь мы должны установить Значит, вот здесь мы должны добавить смену фона на комнату То есть вначале должна быть комната Потом уже меняется на природу Поэтому изначально мы должны туда добавить смену фона комнаты И еще изменить костюм штаны То есть вначале штаны, а потом меняется костюм на шорты Значит, у нас будет скрипты Вот, выглядит вот так Значит, сменить фон на комнату Ждать 4,5 секунды Потом следующий фон И при нажатии на флажок Изменить костюм штаны Говорить Потом уже ждать И потом уже следующий костюм И потом говорить дальше То есть ответ 1 и 3 Значит, здесь у нас появляется третье правило Если меняем костюм спрайта То устанавливаем изначальный костюм Если меняем фон сцен То устанавливаем изначальный фон Четвертый вопрос Какой команды не хватает? Значит, здесь у нас Если вы обратили внимание Здесь, значит, наши машины Движутся В одну и другую сторону Значит, что мы должны делать? Здесь у нас не хватает, ребята Если вы обратили внимание Здесь у нас Нужно обязательно повернуть направление Из того, что наша машина Меняет угол наклона Ребята, обратите внимание Здесь видите, она не меняет Нужно сделать так, чтобы она повернулась На 108 градусов Значит, здесь третий ответ 3 То есть мы должны повернуть на 180 градусов Потом уже остальные наши команды Значит, в начале спрайта Добавляем команду Повернуть направление Из того, что пакета Меняет угол наклона Если поворачиваем спрайт В направлении движения спрайта То устанавливаем начальное направление То есть, ребята Если у вас уже в работе Будет меняться направление Обязательно в начале Вы должны установить начальное положение Подведем итоги Если, ребята, у нас в скрипте Значит, есть спрятаться Мы должны обязательно указать В начале показаться Если есть показаться В конце спрятаться Если нужно Если изменяем размер на 10 То в начале обязательно Должно установить 100 Если меняется костюм То мы обязательно в начале Должны изменить начальный Дать начальный изменить костюм на начало Фон меняется здесь у нас Следующий фон Там комната Плыть в одну секунду нужно обязательно перейти в точку, начальную точку. И если там дается повернуть на какой-то градус, в этом случае мы должны повернуть направление тоже на первоначальную позицию. Теперь у нас здесь дается задание, ребята, в платформе. Давайте рассмотрим с вами эти задания, которые даются в платформе. Так, здесь дается всего 6 основных заданий. Ребята, я не буду с вами рассматривать вот эти задания. Первые задания вы будете сами выполнять, какие скрипты нуждаются в установке начальной позиции, а какие нет. Это вам самим нужно их распределить по колонкам. Второй вопрос мы сейчас посмотрим. У нас это уже проект, сейчас загрузится проект, мы посмотрим, что мы должны делать. Здесь нужно посмотреть на мультфильм и доработать скрипты для ракеты. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Значит, ребята, обратите внимание, при нажатии на флажоу появляется луна, ракета выходит, потом доходит до желтой планеты, а потом уже исчезает. А вот это у нас остается. То есть изначально у нас желтая нет, есть синяя, а потом уже она исчезает, появляется. Теперь давайте рассмотрим, что здесь нам дается. У нас здесь дается ракета. Вот это у нас первая планета, а это как бы вторая планета. Значит, давайте мы сперва рассмотрим ракету, которая здесь у нас дается. Значит, ребята, посмотрите на ракету. Ракета мы сейчас здесь не видим, потому что она в конце спряталась. Поэтому обязательно мы что должны делать? Мы должны сделать так, чтобы она вначале показалась. Вот наша ракета. Давайте мы... Ой. Давайте мы сейчас... Ракета. Вот у нас начальная позиция, допустим, ракеты. И еще что мы видим, ребята? Здесь у нас ракета, она должна направление... Обратите внимание, в какое направление она идет. То есть мы должны здесь еще направление тоже изменить. Вот так на 180 градусов. Вот что в антагуле. Значит, здесь тоже мы должны что делать, ребята? Мы должны направление сделать 180 градусов. Потом он должен плыть в эту точку, а потом он уже спрятаться. Теперь рассмотрим. Вот у нас... Вот у нас это ракета, а вот это наша... Так, вот. Теперь давайте мы здесь... Она сперва тоже должна показаться. Здесь мы установили... А, мы здесь еще, ребята, мы должны еще установить начальная точка, вот, значит, где у нас должно быть ракета. А для этого нам не обязательно, потому что она будет просто исчезать. Она не будет менять... Она не будет менять точку здесь расположения, Поэтому мы не будем отдельно сделать начальное положение. Устанавливать начальное положение. Просто она должна в начале показаться, потом ждать 2 секунды, потом уже спрятаться. А вот мы... А здесь... Здесь она в начале... Она должна спрятаться, Потому что в начале мы не видим, А потом уже она должна показаться. Теперь давайте посмотрим, ребята, получилось у нас или нет. Значит, вот у нас... Вроде получился. Ребята, когда вы работаете, когда вы заканите, Обязательно сохраните свои работы, Чтобы она у вас осталась в платформе. Давайте это тоже рассмотрим. Ребята, я не буду рассматривать все проекты. Просто несколько из них мы рассмотрим. Значит, здесь что нам нужно? В скрипт лежат добавить блок для установки начальной позиции. Ребята, обратите внимание, Здесь она идет... Плывет и еще меняет костюм. Значит, что мы должны делать? А лиса у нас, она остается на своем месте. Значит, сюда мы что должны делать? У нас должна вот эта начальная позиция вот сюда. Мы здесь давайте перейти в эту точку. Потом что мы должны делать? Изменить костюм. Начальный костюм у нас будет вот этот. И все. Давайте посмотрим при нажатии, Что у нас получается. Все. То есть, ребята, я думаю, что вам понятно, Как вы должны будете работать. Вы обязательно должны выполнить все задания, Которые находятся в платформе. А потом, если у вас будет желание, Вы можете еще дополнительные задания тоже выполнить. У нас здесь всего шесть заданий. Четыре из них проекты. А первый и последний у нас как бы тестовые задания. Это уже на повтор. Какие из этих устройств не помогают компьютеру передавать информацию по сети. Но будьте внимательны, Отметьте именно те устройства, которые не нужны. Ребята, которые не нужны, Вы должны быть. Это уже на повтор. Я надеюсь, что вы помните эти темы, И вы правильно выберете ответы. На сегодня у нас все. До свидания, ребята. До следующей встречи.